Место для окунания в прорубь в деревне Сколково долго не выбирали. Традиционно крещенские купания проходят на прудах населенного пункта. Сюда приезжают не только жители Ново-Ивановского и Одинцова. Москвичи тоже любят этот водоем. Купель оборудована также со всеми требованиями безопасности. В этот раз она оборудована таким образом, чтобы потоки не пересекались, потому что каждый год людей, которые хотят окунуться, становится все больше. Душа поет, весь народ ликует. Крещение – это семейная традиция, которая передается из поколения в поколение. Многие окунаться в прорубь начинают еще в раннем возрасте. Потом эту любовь к духовному очищению передают своим детям. А кто-то приходит просто поддержать друзей, отстоять службу, набрать святой воды и получить благословение. Купать еще, закалять, здоровый, здоровый теле, здоровый дух. Рядом с прорубью были оборудованы теплые шатры, чтобы сразу после погружения люди могли переодеться. Поблизости дежурили службы МЧС и скорой помощи. Все-таки окунаться зимой для организма – серьезная нагрузка, особенно если человек не подготовился и пренебрег всеми правилами. Каждый год всегда обязательно на богоявление обязательно надо окунаться. Благодать! В Крещении – один из любимых праздников на Руси. В этот раз православные окунались в прорубь под звон колоколов и яркий всполохи салюта. Кстати, сотрудники телеканала ежегодно принимают участие в крещенских купаниях. И в этот раз журналисты погрузились в воду Иордании. Главное, чтобы окунание в прорубь было не ради лайков в Инстаграме, а по зову сердца и души. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Вот!